Как это сделано? Сверхпроводник. Думаете, это моток обычной проволоки? Нет, это сверхпроводник, и внутри у него 4000 тончайших жилок. Сегодня вы узнаете, как на заводе корпорации «Росатом» делают суперпровода для сверхмощных магнитов ускорителей частиц и даже для термоядерного реактора. Что же такое сверхпроводящий провод? Это проводник, у которого при определенных условиях нет сопротивления. Он может без потерь пропускать невероятную электрическую мощь. Его делают из сплава необия и титана. Видите этот массивный слиток? Это главный материал для сверхпроводника. Сначала его нужно проковать. Это как хорошо размять тесто. Улучшаются свойства сплава. Металл разогрет в печи до 1000 градусов, и только так ковочный пресс справляется с заготовкой. А ведь каждый удар — это 1200 тонн. Слиток быстро остывает и снова отправляется в печь. Через несколько часов пресс снова обрушит на него всю свою мощь. Теперь толстой заготовке нужно придать более удобную форму. Делать проволоку лучше из ровной продолговатой болванки. Поэтому из слитка выковывают цилиндр длиной 4 метра. Сейчас слиток потерял в диаметре всего 30 сантиметров. Но дальше он будет становиться все тоньше и тоньше. Остывшую заготовку отправляют на участок механической обработки. Резец токарного станка сделает из кованой детали ровный цилиндр необходимого размера. Ровно такого, чтобы на него четко встала вот эта медная труба. Аппарат электронно-лучевой сварки немного похож на барабан-револьвер. Здесь два металла, как патроны гильза, крепко соединятся друг с другом. Медь будет защитной оболочкой, а не обе титан — рабочей сердцевиной. Теперь из них можно сделать пруток. Это и есть заготовка для нитей сверхпроводника. Но она пока еще слишком велика. Пруток начинают вытягивать в проволоку. Как зубная паста, выходя из тюбика, всегда одинаково ровно выдавливается на щетку, так и пруток, пройдя сквозь калибровочное отверстие станка, уменьшается в диаметре и становится ровной тонкой нитью. Отверстие немного уменьшают, а затем сквозь него снова пропускают проволоку. Пластичная медная оболочка позволяет безопасно вытягивать провод до тех пор, пока он не достигнет нужной толщины. Теперь жила почти готова стать частью сверхпроводника. Сейчас провод в последний раз пройдет через еще одно отверстие и станет шестигранным. Это нужно для того, чтобы правильно разместить множество таких жил внутри сверхпроводящего кабеля. Шестигранных проводов поместится больше, и уложить их можно гораздо плотнее, чем круглые. Нарезанную проволоку укладывают внутрь медной оболочки. Напоминает пчелиные соты, не правда ли? Шестигранные прутки занимают почти все пространство и плотно прилегают друг к другу. Видите, неиспользованного места почти нет. Когда все провода уложены в медную обойму, ее отправляют в горячий горизонтальный пресс. Здесь разогретый материал сначала станет прутком, а потом снова, шаг за шагом, превратится в проволоку толщиной всего один миллиметр. Только теперь внутри этой жилки есть 4000 тончайших проводников. Сверхпроводящий провод готов, но выполнять работу он сможет только после проверки. Для начала среза смотрят под микроскопом. Узнаете пчелиные соты? Это стократное увеличение. Каждое волокно здесь в 40 раз тоньше человеческого волоса. Требования к этому проводу очень высоки. Сварочный аппарат легко плавит сталь током 300 ампер. А этот проводник должен держать нагрузку в 10 раз больше и не только не плавится, но и оставаться холодным. Поэтому нужно, чтобы специальные магнитные датчики проверили каждый его миллиметр. Даже малейшие отклонения от нормы недопустимы. Система тут же забракует проводник. И это настоящая гарантия качества. Ведь по-другому сверхпроводящий провод сделать просто невозможно. Пройдя путь от раскаленного слитка до провода толщиной в 1 мм, сверхпроводники готовы трудиться на благо человека. Помогать врачам в аппаратах МРТ и служить большой науке в будущем кольцевом коллайдере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...